Здравствуйте! Новости 24 на канале ННТ в студии Махачкорбанов. Небольшой анонс о том, что вы сегодня увидите. Столица Дагестана готовится к празднованию своего 160-летия. Концертные площадки и ярмарки раскинутся по всему центру Махачкалы. Сегодня во многих учебных заведениях Махачкалы были эвакуированы дети. Учебная тревога или были опасения, выяснял наш корреспондент. В Махачкале открылась выставка молодого каллиграфиста Айсабель Закароевой. О творчестве юного таланта в нашем сюжете. Режим срочной эвакуации был введен сегодня утром в нескольких учебных заведениях города Махачкалы. В школе номер 34 около 2000 детей были вынуждены прервать уроки и покинуть здание учреждения. О реакции испуганных детей и родителей Хадижи Курбанова. Сначала мы были в кабинете, потом был какой-то шоу, и нас построили и вывели на улицу. Мы стояли, а потом там плакали дети и говорили, что бомба что ли, говорят. В 34-й школе пустуют классы, в коридорах пара учителей. Это последствия утреннего происшествия, когда все ученики в режиме массовой эвакуации спешили покинуть здание. Мой мальчик пришел домой без портфеля, без ничего. Но толком объяснить, конечно, он ничего не смог, сказал, что вроде пожар. Потом услышала, что заминировали якобы. Мы же не знали, что так было. Знала бы, вообще не пустила бы. По информации МВД Дагестана, анонимное сообщение о заминировании госучреждения поступило сегодня в разные структуры республики. Личность звонившего не установлена. Проверка продолжается и на данный момент. Сегодня это была полная неожиданность для нас. Звонок к нам в школу не поступил. Нет, абсолютно не обрадованы никакой взрывной устройства. Мене ничего не обнаружено. И где-то час-двадцать минут заблокировали школу, сняли оцепление. Сейчас в школе номер 34 первая смена должна была смениться второй. Но все ребята не пришли в школу, так как обеспокоенные родители попросту не отпустили детей на занятия. Хадижа Курбанова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Завтра и послезавтра столица Дагестана отмечает свой юбилей. В Махачкале пройдут праздничные гуляния, концерты и выставки народных промыслов Кавказа. На каких площадках развернутся основные мероприятия узнавала Ума Ибрагимова. Этот гимн дети репетируют несколько дней, ведь уже завтра сразу на нескольких площадках столицы начнутся массовые гуляния и праздничные концерты, которые продлятся два дня. Их организацией занимаются режиссеры из Москвы. Сцена уже установлена. Дети готовятся к своим предпоследним репетициям, ведь им предстоит выступить на юбилею города. А вот здесь у здания Белого дома пройдет 3D-мэппинг-шоу. Здание теряет свой привычный облик и будто оживают. Специалисты взялись за создание незабываемого шоу. Праздник обещает быть запоминающимся не только на центральной площади столицы. Уже завтра аллея город-мастеров станет одной из площадок, где будут проходить праздничные мероприятия. В день юбилея города будут закрыты многие улицы и проспект. Значит, для горожан нашей республики будут открыты дополнительные пешеходные зоны. Куда же они отправятся гулять? Давайте узнаем. Ну, наверное, осталось бы здесь. Здесь? Да. Ну, например, на улице Ленина, конечно же, там же... Ну, я пошла бы и здесь, на Ленину, но я на больничном. Я, скорее всего, пойду на парк дружбы. Пошла бы здесь. Город-мастеров, площадка, очень даже красивый родовский бульвар. Ну, скорее всего, здесь провела бы. Ну, тут как-то... Последнее время тут очень много людей там проходит. Сергей приехал в столицу республики три месяца назад и уже сформировал свое мнение о Махачкале и ее жителях. Отлично, отлично. Люди добрые, вообще замечательно все. Природа мне нравится, природа. Сам город, конечно, ну, так он еще поднимается, инфраструктура, я думаю, должна стать получше в скором времени, надеюсь на это. До начала празднования остались считанные часы, подготовка уже завершается. И совсем скоро жители смогут окунуться уже в новую, праздничную, 160-летнюю Махачкалу. Ума Ибрагимова, Гелач Курваналиев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Махачкала! Город моей мечты! Праздничные мероприятия, концерты и ярмарки к юбилею Махачкалы будут радовать горожан и гостей столицы еще два дня. В связи с этим в субботу и воскресенье движение автотранспорта будет ограничено по улицам Пушкином до перекрестка Ливаневского, от перекрестка улиц Радищева до Магомеда Гаджиева, Каркмасова и Толстого, по проспекту Расула Гамзатова и его перекресткам с доходаева Яраксского-Стальского-Котрова. Также будет перекрыто движение транспорта по улицам Яраксского и перекрестков с Николаева и Нахимова, по проспекту Шамиля, Шамсулы-Алиева и Ташкентской, включая второстепенную дорогу, примыкающую к аллее мастеров. Улицы Горького, Буйнакского, Даниялова, Гусаева и Дзержинского тоже будут перекрыты. В преддверии Хаджа в соцсетях по Дагестану разыгрывались путевки в священные земли Мекки и Медины. После жеребьевки среди множества претендентов были отобраны 40 победителей. Многие из них совершили паломничество впервые. Специально для них руководство проекта организовало праздничное мероприятие. Хадж – заветная мечта каждого мусульманина. Для его совершения требуется немало денег. Верующие готовы отдать последние сбережения, чтобы попасть на святые земли и исполнить свой долг. Но как быть, если этих сбережений не хватит, чтобы отправиться в главную поездку в жизни? Благодаря проекту «Умра Хадж» многих появился шанс. В декабре прошлого года мы решили организовать конкурс на путевку, на розыгрыш бесплатных путевок на Хадж и на Умра. Мы вообще думали просто одну-две путевки разыграть и оставить. Но когда увидели наплыв людей, увидели, как люди реагируют на это все, мы решили это продолжить. И обратились к Хадж-компанию «Марватор». И они нас поддержали. В общем, у всех нас поддержал. Я просто слышала, что очень часто слышала, что люди хотят совершить Хадж, что у них нет возможности, то еще что-то. И тогда, получается, разыгрывали альфон и мы решили продумать альтернативу. Зачем вот эти яблочные призы? Подумали, лучше что-то такое, что принесет пользу. Пожилому участнику конкурса Абдулому Талибу Газимагамедову удалось совершить обязательное паломничество в преклонном возрасте. Еще в детстве он помнит, как вместе с отцом они мечтали совершить Хадж. Благодаря проекту «Умра Хадж» Газимагамедов попал на святые земли. И, как говорит он сам, впал в изумление. Впечатления от поездки до сих пор не покидают его. Вообще, я как очарованный странник. Говорят, но я как очарованный паломник. Я не мог выходить из территории Хаджа Кааби. Я две-три ночи там ночевал. Меня даже искали. Я много пил зан-зан. И это мне, может быть, даже обновило организм. Я как будто помолодел. И очистился мой организм. Я стал здоровее. И ощущения у меня очень светлые. Среди участников конкурса были и подопечные фонда «Инсан». Одна из них – Камила Жевлакова. Шесть лет назад она приняла ислам. Узнав о столпе ислама Хаджа, она поставила перед собой цель совершить его. В этом году ее мечте суждено было свершиться. Когда я в Махачкалу приехала, я тоже подавала заявку участвовать в Хадже. Но у меня тогда и прописки не было, и ничего не получилось. Очень хотелось еще в 2013 году попасть в Хадж. Ну вот мне эта возможность только в этом году предоставилась. Находиться на этой земле, святой земле, на самом деле, это уже было огромное благо для меня. Я не могла надышаться этим воздухом, просто даже ходить по этой земле, уже не говоря об остальном, обо всем. О самом Хадже, об обрядах и всем остальном. Мероприятие, организованное для участников проекта, проходило в торжественной обстановке. Вел вечер гендиректор ТСД Южный Дагестан Мухаммад Расул Абакаров. Звучали нашиды. Всех участников мероприятия ожидало вкусное угощение. А кульминацией вечера стало объявление о начале нового конкурса. Прошедший конкурс не последний. В скором времени руководители проекта Умра-Хадж намерены запустить новый. К месяцу Раби-Уль-Ауаль каждую неделю будут отбираться участники для совершения малого паломничества Умра. Как обещают организаторы, их количество будет гораздо больше. Авдулла Алид, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Уроженец Дагестана выдвигает свою кандидатуру на пост президента России. Социал-демократическая партия намерена выдвинуть своего кандидата на президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года. Партия объявит о выдвижении своего лидера Сераж Дина Рамазанова осенью после официального объявления начала предвыборной кампании. За плечами Сераж Дина Рамазанова богатый опыт политической борьбы. В политике более 20 лет, в том числе уже 5 лет, является председателем партии. Дважды выдвигался в Мосгордуму, а также провел две большие избирательные кампании в Госдуму Российской Федерации, сообщает пресс-служба СДПР. В настоящее время лидер социал-демократов представляет СДПР в Совете политических партий при Московской городской думе. Где в Махачкале пролегала улица имени Борятинского и как выглядел храм Александра Невского? Какими были самые оживленные проспекты нашего города 160 лет назад? Фотодокументальная выставка «История моего города Петровск» открылась в столице Дагестана. В путешествие во времени отправилась Ларьяна Шамхалаева. Фотографии, повествующие о том, как на горе Анжиарка в 1844 году было заложено военное укрепление. Позже построена крепость, а рядом расположены первые кварталы Фордштадта, состоящие из 30 домиков. Местность в память о побывавшем здесь императоре предлагалась именовать Петровском. По словам организаторов выставки, фотодокументы и экспозиции приоткроют завесы тайны дореволюционного городка и его жителей. Город, в котором мы живем, должен быть любимым. Для того, чтобы его полюбить, нужно побольше знать о нем. Причем не только какие-то сухие исторические факты, а такую человеческую историю, историю повседневности, которую мы максимально попытались представить в материалах, которые у нас есть в собрании музея. В Петровске к 1904 году было уже 15 улиц. Наиболее оживленными в городе были районы железнодорожного вокзала и морского порта. Популярными считались прибрежные улицы, Базарная, которую теперь именуют улицей Пушкина, и Борятинская, ныне Буйнакского. Я очень часто люблю гулять по проспектам нашей столицы, и он меня очень вдохновляет. Особенно меня заинтересовала вот эта улица Буйнакского в 20 веке, какая она была. Одни, надев очки, рассматривали вблизи черно-белые снимки старого поезда, других интересовали лица администрации Петровска в разные периоды. На выставке присутствовали как взрослые, так и дети. Юные зрители пришли познакомиться с городом своих предков. Меня мама сюда привела. Я всегда бываю на выставках, во всех театрах хожу. И мне это все дает, я много узнаю. Отправиться в Махачкалу второй половины 19 века и начала 20-го может каждый гость и житель столицы. Экспозиция проходит в Театре поэзии и продлится до 7 октября. Ларьяна Шимхалаева, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. В Махачкале сегодня прошло открытие выставки юного каллиграфиста Айсабыли Закароевой. Девушка представила зрителям картины, в основе которых арабская каллиграфия. Окунулся в творчество и фантазию автора и наш корреспондент. Это стихотворный конь арабского поэта Махмуда Дарвиша. И в самом коне написано стихотворение, посвященное его коню. А нижняя надпись является подписям подлинного автора. Так Айсабель Закароева объясняет посетителям выставки значение и идею своей работы. У каждой картины своя история, свой герой и своя особенность. Я в своем видении исполнила его работу в арабской каллиграфии. Эта картина светится в темноте. В нем она накапливает свет, а когда в комнате полная темнота, она начинает отражать частички света. И то есть в темноте вы спокойно можете прочитать ту надпись, которая написана. Каллиграфия не является профессиональной деятельностью Айсабель. Это всего лишь ее хобби. Девушка учится в Санкт-Петербурге на архитектора. Каллиграфией увлекается пять лет, но уже имеет свою аудиторию и поклонников. Этот подход связан именно с увлечением девушки, изучением арабского языка. Думаю, что именно арабская каллиграфия успокаивает, умиротворяет. Татьяна Беляева приехала в Махачкалу исключительно на выставку молодого каллиграфиста. Делится, что работа Айсабель нравится ей уже не первый год. А любимая работа – картина под названием «Бабочки». Она создает такое ощущение какого-то тепла, домашнего очага. И вот с такой частичкой чистоты любви будет передавать дому. Вот такой работы очень хочется, конечно. О яркости этой работы Татьяна упомянула неспроста. Ведь картина светится ночью. Но помимо этого, если перевернуть фигуру бабочек, можно прочитать такие надписи, как «Альхамдулиля» и «Аллахуакбар». Выставку посетили все любители арабской каллиграфии. Эта письменность, на их взгляд, самая интересная. Работа Айсабель привлекли тем, что до нее выставок такого рода в Дагестане практически не было. Все-таки у нее есть своя специфика, связанная с тем, что арабская графика, она же представляет собой непрерывную вязь. И в связи с этим здесь есть свои нюансы, своя прелесть, своя красота. Отметим, что выставка носит благотворительный характер. Все вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд «Инсан» на помощь нуждающимся детям. Девушка Айсабель и известная не только в Дагестане молодой доктор Амина Юсупова, они придали этой выставке благотворительный характер, что не могло не затронуть, не привлечь всех тех, кто узнал об этой выставке. Выставка проходит на втором этаже Кумукского театра и продлится до 30 сентября. Ума Ибрагимова, Гелач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова